Авторскую программу обо всём понемногу на 23 канале смотрите каждый вторник с повторами в четверг, субботу и воскресенье в 18.00. Здравствуйте! Вы смотрите передачи Таганрогской телевизионной сети. В эфире очередной выпуск программы обо всём понемногу. С вами я, её автор и ведущий Евгений Токарян. 27 января на Старом городском кладбище прошла панихида в память о казаках, погибших в годы репрессий и юнкерах, пахших в ходе революционных событий в Таганроге в январе 1918 года. Ровно 100 лет назад, 30 января 1918 года, в ходе борьбы за власть в Таганроге произошли революционные события. В вооруженном столкновении красногвардейцев с одной стороны и юнкеров с другой, в общей сложности погибло более 500 человек. Часть разгромленных юнкеров отошла в Ростов, а погибших защитников старой власти захоронили на городском кладбище. На результат этого противостояния могли повлиять три казачьи сотни, но они решили сохранить нейтралитет. Казаки казачьи части, которые здесь стояли, вначале поддерживали законное правительство и порядок, а потом их сагитировали. Ну зачем марать руки в рабочей крови? Вы ж не жандармы, вы не полиция, вы не убийцы. Ну казаки стали держать нейтралитет, потом ушли, их отпустили. А через год в это же время, в 1919 году, в казачьи станицы прибыли красные отряды и стали расстреливать атаманов, офицеров, георгиевских кавалеров. Так началось исполнение секретной директивы Оргбюро ЦК ВКПБ от 24 декабря 1919 года о расказачивании. В ней давалось прямое указание на поголовное истребление всех верхов казачества и массовые репрессии против казаков, прямо или косвенно участвующих в борьбе против советской власти. А в 1920 году прекратила свое существование область войска Донского. Об этом рассказал собравшийся казакам атаман городского казачьего общества Сергей Чаленко. Завершая свое выступление, он призвал не забывать уроков истории. Социальное неравенство, которое было тогда между богатыми и бедными, и сейчас становится фактором нашей общественной жизни. И эту проблему надо решать, чтобы наши враги не воспользовались вот этим противоречием и не устроили опять то, что было в те трагические годы. О необходимости делать правильные выводы из событий столетней давности говорил и председатель Совета стариков Таганрогского казачьего округа Александр Шепеленко. Враг, когда хочет уничтожить нашу Россию и не может ее победить снаружи, он делает все это изнутри. И делает эти революции, которые направляют друг против друга, и мы убиваем русских русского, как сегодня делается на Украине. Такого мы не должны допустить. Панихиду обо всех пострадавших в годы лихолетия отслужил войсковой священник Таганрогского казачьего округа, настоятель прихода всех святых протеерий Игорь Ковалев. Обращаясь к казакам, присутствующим на панихиде, отец Игорь сказал. Мундиры, которые вы носите на своих плечах, они пропитаны кровью ваших предков, наших предков, по черному еще даже. И будем с достоинством, гордой, поднятной головой, всегда выходить на рубежи нашего Отечества, его всегда защищать. Затем казаки возложили цветы к подножию памятника погибшим юнкерам и помолились у иконы Святой Матушки Матроны Московской с частицей у мощей, которая находится в храме всех святых на Старом городском кладбище. 30 января, юбилейный день рождения, отмечает шеф-повар Вячеслав Волков, хорошо знакомый зрителям программы «Обо всем понемногу», как ведущий странички «Вкусные советы». Многие его рецепты, которыми Вячеслав щедро делится с телезрителями уже 7,5 лет, пришлись по вкусу хозяйкам, которые включили их в свое домашнее меню. Я от всей души поздравляю тебя, Слава, с 35-летием и желаю счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов в работе и удачи во всех делах. Уверен, что к этим пожеланиям присоединится и многотысячная армия зрителей программы, а ты еще долго и как можно чаще будешь радовать нас своими новыми вкусными советами. С днем рождения! А сейчас я с удовольствием предоставляю слово юбиляру, который даст зрителям нашей программы свой очередной вкусный совет. Салат с картофельными чипсами Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить мясной салат с картофельными чипсами. Для этого нам потребуются следующие ингредиенты. Картофельные чипсы, лист салата, помидор, огурец, ветчина, сыр, буженина. Для соуса мы будем использовать майонез, для декора нам понадобится копченая паприка и свежее зелень. Для начала мы берем листья салата и мелко измельчаем ножом. Нарезанный салат выкладываем на блюдо. После этого салат надо полить майонезом. Следующим слоем будут картофельные чипсы. Поэтому выкладываем их поверх нарезанных листьев салата. И после этого тонким слоем наносим майонез. Теперь мелким кубиком нарезаем ветчину. И выкладываем поверх чипсов ветчину. Делаем тоненькую сеточку из майонеза. Теперь берем огурец. Также нарезаем тонким кубиком. Огурец станет следующим слоем нашего салата. И снова тонкая сетка из майонеза. Теперь нам понадобится буженина. Нарезаем его также небольшим кубиком. И она станет следующим слоем нашего салата. На буженину мы выкладываем еще один слой картофельных чипсов. И снова делаем майонезную сеточку. Следующим слоем этого салата будет помидор. Который мы тоже нарезаем кубиком. Помидор выкладываем поверх чипсов. Последний слой из майонеза мы наносим на помидоры. И завершать нашу композицию будет сыр, натертый на мелкую терку. А теперь немного декора. Посыпаем салат копченой паприкой. И украшаем веточками зелени. Мясной салат с картофельными чипсами готов. Приятного аппетита! Даже самые большие любители меда приходят в замешательство, увидев название «Взбитый крем-мед». Сегодня с этим продуктом нас познакомит директор супермаркета «Аида» Евгений Подорожный. Здравствуйте! Вряд ли в старых книгах о пчеловодстве вы увидите обозначение «Взбитый крем-мед». Откуда же он получил такое название? Все благодаря его нежной кремовой структуре. И к этому руку, конечно же, приложил человек. Ведь в природе вы не увидите меда в таком состоянии. Эту чудовую технологию около ста лет назад придумали канадские пчеловоды. Дело в том, что в странах Северной Америки и Европы засахарившийся мед просто не используют. И чтобы спасти этот продукт, чтобы он не потерял все свои потребительские полезные свойства, они придумали технологию изготовления взбитого крем-меда. Чем же он отличается от обыкновенного жидкого? Да в принципе ничем. Он сохраняет все свои полезные свойства, вкус, аромат. Просто приобретает нежную кремовую структуру. Иногда в него добавляют вкусоароматические лекарственные растения. Или ягоды, фрукты, сухофрукты. Иногда добавляют даже орехи. Например, в таких продуктах часто можно встретить такие травы, как мята, мелиса, зверобой, ромашка. Кроме того, если добавить в него ягоды, малины, черники, ежевики, то кроме огромного заряда витамина С, этот продукт еще получит необычный цвет, вкус и аромат, что особенно нравится детям. В чем же заключается секрет приготовления этого продукта? А все очень просто. Свежий мед из сот помещают в определенную емкость и хранят 10 дней при температуре 14 градусов. Далее мед подогревают до 28 градусов, чтобы он размягчился, и начинают взбивать. Здесь уже есть выбор. Либо изготовить обыкновенный классический крем-мед без всяких добавок, либо добавить вкус ароматические травы, фрукты и ягоды. Причем ягоды следует добавлять только в свежем виде, ведь мед является отличным природным консервантом. После этого у вас получается очень густой, нежный, кремовый мед, который долго хранится, не пенится и не бродит. Именно благодаря этой структуре этот продукт получил свое широкое распространение. Его не нужно подогревать, либо как-то по-другому воздействует. Приготовленный один раз продукт можно использовать долгое время. Он лежит около года. Однако знаете, что банка такого продукта вряд ли пролежит у вас более 1-2 недель. Особенно если есть дети. Ведь его очень удобно намазывать. Он не капает, не стекает, хорошо держит форму, не пачкается и не липнет. В общем, это мечта любой хозяйки, у которой есть дети. При покупке помните, что взбитый крем-мед – это полностью натуральный продукт, который сохраняет все полезные свойства классического меда. Просто он стал еще более вкуснее, полезнее и удобнее в использовании. Удачных вам покупок. До свидания. Мы продолжаем знакомить вас с ассортиментом мебельного магазина «Семья». И сегодня вместе с продавцом-консультантом Юлией Кулиш вы можете выбрать обеденную группу для своей кухни. Здравствуйте. Если домочадцы не успевают увидеть друг друга во время завтрака или обеда, то за ужином они собираются все вместе. Каждый из домочадцев со временем выбирает себе подходящее место за столом. Таким образом, обеденные группы становятся почти самым главным атрибутом мебели для кухни. Обеденная группа – это комплект из стола и нескольких стульев, выполненных в едином стиле. Мебель для обеденных групп отличается своей способностью создавать единое целое с интерьером кухни, столовой или гостиной. Если площадь кухни у вас небольшая, то вам подойдут обеденные группы с квадратными или прямоугольными столами и стульями, которые можно плотно приставить к столу. Если же площадь гостиной около 20 квадратных метров, то стоит рассмотреть обеденные группы красивым овальным или круглым столом с одной или двумя массивными ножками, с художественной отделкой и оригинальной столешницей. Спокойные тона и элегантность плавных линий по достоинству оценят любители традиционной классики в оформлении интерьера. В набор входит надежный складной стол, 4 мягких стула. Столешница выполнена из МДФ, покрытая натуральным шпоном дуба. Качественные материалы лучших производителей обеспечивают долговечность использования. Цвета таких обеденных групп могут быть белоснежно-белый, кремовый, бук натуральный, ольха, темный и светлый орех и венги. И варианты обивок тканей также разнообразны. А вот для тех, кто любит модерн и воздушность, я расскажу про стеклянные столы, о которых мы поговорим в следующем выпуске программы. До свидания! Вот и наступает последний зимний месяц. И сегодня о том, каким будет февраль, по мнению астрологов, для каждого из нас, расскажет Инна Конарева. Здравствуйте! Последний месяц зимы будет достаточно напряженным. Особое внимание необходимо уделить здоровью. А негативное влияние планет уйдет с новолунием 16 февраля. И в этот же день наступит по восточному календарю год собаки. Самый благоприятный период этого месяца – с 20 по 25 февраля. А теперь подробнее о каждом знаке зодиака. У Овна в феврале мысли устремлены в будущее. Но вы слишком нетерпеливы. Все осуществится, но чуть позже. Приступая к делам, используйте весь багаж практического накопленного опыта. Обращайтесь за мудрыми советами. Будьте реалистичнее, особенно с деньгами. А в конце месяца не занимайте и не вкладывайте средства. Звезды будут помогать вам, но при условии, что вы будете как можно больше доброй энергии нести в свои дела. Тельцы в этом месяце полны решимости противостоять жизненным кризисам. Трудности только закалят вашу волю. И помните, вы не одиноки. Многие захотят вам помочь. К концу месяца вы почувствуете, что нашли точку равновесия. А главное, не ввязывайтесь в сомнительные сделки, не стройте авантюрных планов, не угите, не делайте зла. Все тайное станет явным. Больше используйте свою интуицию. Близнецов в феврале будут постоянно посещать яркие идеи. Но звезды считают, что все они нуждаются в аналитическом разборе. Вас трудно будет удержать дома. Вам захочется посещать различные мероприятия, встречаться с друзьями. Но с 8 по 22 февраля займитесь делами. Не упустите свой блестящий шанс. Сейчас вы энергичны и готовы свернуть горы. Девиз раков в этом месяце «Тише едешь, дальше будешь». Это касается и работы, и занятий спортом, и жизни личной. Пока ваши идеи вы не сможете осуществить, не время сейчас менять и работу. Займитесь привычными делами, следуйте правилам, уступайте, научитесь извиняться и постарайтесь смотреть на события и людей без розовых очков. Февраль у Львов беспокойный и противоречивый. Чтобы сгладить проблемы, будьте внимательнее к людям, учитывайте иную точку зрения, усмирите свой пыл. Общаясь с другими, вы будете познавать себя и некоторые философские вопросы о жизни. Проявляя мудрость и великодушие, вы сможете обратить любую ситуацию в свою пользу. Тем более Львы всегда творцы собственной судьбы. Главное — двигаться в правильном направлении. У Див большую часть февраля желания будут расходиться с возможностями. Но именно сейчас вы можете проявить себя так, как даже не могли и предположить. Это месяц сюрпризов и удивлений. Слова приобретут особую силу. Следите за тем, что говорите. В делах избегайте поспешности и суеты. Для покупок и сделок не лучший месяц. Не стремитесь также к роли лидера, даже если главенствующая роль и без того принадлежит вам. Проявите некоторую слабость. Дайте возможность позаботиться о вас. Для весов в этом месяце привычные рутинные дела будут слишком скучны. Захочется внести творческую нотку. Дерзайте! Успех также ждет в дорогах. Но от повседневных дел и забот никуда не деться. Поэтому держите эмоции под контролем. Избегайте споров, связанных с финансами. В этом месяце вы можете быть расточительны. А вот с 23 февраля и до конца месяца наслаждайтесь жизнью и ни о чем не беспокойтесь. В Скорпионном феврале не стоит планировать новых дел. Придется разобраться с теми проблемами, которые вы оставили на полпути. Это время встреч со старыми знакомыми, воспоминаний, приятных и не очень. Посмотрите на себя со стороны. Разрешите свои сомнения. А наиболее удачной будет последняя неделя февраля. За это время можно взять все бонусы у судьбы. Стрельцам в феврале необходимо тщательно оберегать тылы и не открывать свои тайны. Сейчас наступает полоса, когда многое будет складываться не по плану. В первой половине месяца активность стрельцов будут тормозить глубокие раздумья о своих возможностях. Снесется количество деловых контактов и даже на звонки не будет желания отвечать. А вот вторая половина месяца станет ярче, интереснее, но все равно необходимо будет проявить осторожность в дорогах и финансовых вопросах. У Козерога в феврале появится много нового. Но помните пословицу «Не все то золото, что блестит». Например, в личных делах вы можете встретить человека, который как комета ворвется в вашу жизнь, но также внезапно и исчезнет. Правда оставит неизгладимый след. Постарайтесь активнее бороться с недостатками, комплексами, которые мешают жить и рождают неудовлетворенность. Проявляйте смелость, великодушие и если не будете опускать руки, то сможете покорить любые вершины. Водолеи в феврале будут погружены в заботы и дела. Вы востребованы и всем нужны, и это замечательно. Но водолеи всегда оригинальны и пытаются выделиться из общей массы. А вот сотрудничество, а тем более подчинение, даются вам с большим трудом. Поработайте над этим. С 8 по 15 февраля, если нужно рискнуть, рискуйте, но обдуманно и расставив все точки над «и». А в конце месяца не ищите легких путей и решений. Придется проявить какие-то нестандартные мысли, чтобы достичь удачи. Планы рыб в течение всего февраля будут постоянно меняться. Избегайте рискованных дел. Рыбы часто склонны к апатии и дурному настроению. С вами бывают трудно окружающим. Постарайтесь смотреть на происходящее событие с разных сторон и находить преимущество в любой ситуации. В период солнечного затмения 15 февраля наметьте планы на будущее, но пока держите их в секрете. А вот с 23 февраля и до конца месяца радуйтесь жизни, проявляя свои лучшие черты романтичность и щедрость. С точки зрения астрологии февраль будет не очень простым, но зато сколько нас ждет приятных и радостных праздников. И День Святого Валентина, и 16 февраля мы встретим год собаки по восточному календарю и мужской праздник 23 февраля. Тем более и звезды обещают, что с середины месяца ситуация будет улучшаться, а последняя неделя февраля вообще будет счастливой. Всем хорошего настроения и удачи! 29 января в Таганроге отметили очередной день рождения Антона Павловича Чехова. А наша историческая страничка сегодня расскажет о доме, который стал первым собственным жильем семьи Чеховых в Таганроге. Мы находимся с вами, уважаемые телезрители, на улице Роза Люксембург, которая до революции называлась Елизаветинской. Здесь, между переулками Донским и Антона Глушко, в доме под номером 77, находится родовое гнездо семьи Антона Павловича Чехова. Это домик с усадьбой, обширным земельным участком, присмотрел еще его дед. А затем Павел Егорыч, отец Антона Павловича, вложил в его покупку все доходы от своей торговли. Однако наступивший кризис в торговых делах, и вот эта значительная сумма, экономически разорили семью Чеховых, и она, за исключением Антона Павловича, вынуждена была бежать, как бы вот от долу, от кредитора в Москву. И в переписке о том, как они жили в Москве, ясно написано, что у них на день, зачастую семейный бюджет, составлял 4 копейки на день, на хлеб и лампадное масло. Не легче здесь жилось и Антону Павловичу, который, читая так подобные письма от родни, все больше и больше расстраивался. Однако Бог одно забирает, другое дает. Дело в том, что именно вот эта вот семейная, ну, можно сказать, трагедия в экономическом плане послужила сюжетом для Антона Павловича для написания гениальной пьесы «Вишневый сад», которая и сейчас с успехом идет на подмостках ведущих театров мира. Дело в том, что у семьи Чеховых, подобно как и в «Вишневом саде», было немало друзей. И один из них, Селиванов, говорил о том, что он обязательно их спасет. Он им найдет удачный кредит, либо, так сказать, займет денег. Но, в конце концов, дождавшись полного банкротства семьи, он сам скупил и этот дом, и обширный земельный участок, который его окружал. И вот, оттолкнувшись вот от этого сюжета, Антон Павлович создал свое гениальное произведение «Вишневый сад», которое принесло ему не только мировую славу, но и значительные финансовые средства. Таким образом, вот, трагедия послужила отправной точкой для, фактически, творческого и экономического рассвета Антона Павловича Чехова. Вот такая история интересная, зашифрована за фасадом этого домика под номером 77 по улице Роза Люксембург. Завершит наш сегодняшний разговор обо всем понемногу зарисовка, посвященная памяти Антона Павловича Чехова. А я прощаюсь с вами и желаю всем удачи, отличного настроения и как можно больше положительных эмоций. Будьте здоровы! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Продолжение следует...